Всем привет, это MattLacosChannel, вы смотрите 23 серию прохождения игрушки Minded Magic Clash of Heroes, и в этой серии мы наконец пойдем на босса, мы выполнили все задания, обычные и побочные, и теперь у нас только один путь к боссу, но видимо сначала нам нужно пройти мимо стражников, ну, понятно, последний босс, возможно здесь вот некоторые дополнительные битвы по пути нам нужно будет преодолеть, но ничего страшного, я думаю в эту серию мы уложимся, так противник, противник брифон есть, так, а у меня есть комбо, вот я вижу, уберем синего человечка, в принципе неплохая комбо, так, еще у меня есть жрица, еще есть ангел, так так, ангел я успею собрать, интересно, так, 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 по идее я успею его собрать, давайте сделаем так, 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 он даже у меня один ход в запасе остается, отлично, и теперь мы еще соберем жрицу ну и до кучи давайте еще соберем отряд копейщиков, например в принципе неплохо для начала, для начала боя и тем временем противник зачем-то собирает еще одну стенку, ну, наверное, он хотел собрать грифона но не подумал, к чему может привести бездумное собирание грифона я тоже иногда такие ошибки совершаю так, грифона, конечно, было бы круто уничтожить вообще, совсем и полностью так что еще могу собрать так, я не вижу, что еще можно интересного собрать с одной стороны было бы круто нашего ангела стенками бы отгородить от всего внешнего мира давайте начнем это как-нибудь делать так 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 так, угу и еще одна стенка вот как ты странно действуешь, не знаю, может быть он планирует так все может быть так а я как-то недосмотрел, что у меня эти люди атакуют через два хода, а не через один да ладно, мы давайте сделаем так это у нас автоматически соберет стенку на нужном ходу здесь мы соберем стенку вручную и давайте еще призовем кого-нибудь так, хорошо, ничего путного нам не пришло ну да ладно так еще одна попытка собрать графона так а сейчас у меня куча подразделений атакуют да, немножко наносим противнику стенка собирается автоматически так так можно в принципе еще поставить стенку думаю это довольно хорошая идея так давайте еще призовем о, отлично еще одна жрица а то жрица не мешала бы собрать так, так, так сейчас надо подумать как и из чего ее лучше собрать так пусть будет так пусть будет так 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 грифона он не собирает на этом ходу но и мы его грифона тоже кстати не уничтожаем к сожалению так но зато пробиваю напрямую немножко совсем чуть-чуть так 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 во-первых давайте соберем жрицу это самое главное затем давайте соберем стенку здесь и еще одну стенку хорошо теперь эти копейщики нам совершенно не страшны может собрать даже еще один от трех копейщиков но он собирает грифона в принципе возможно от грифона мы тоже сможем защититься но можно конечно для него и побольше стенок построить так у него есть еще один грифон так 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 давайте сделаем так будем защищаться от этого грифона призовем кого-нибудь еще одна жрица не будем упускать шанс соберем еще одну жрицу будем дистанционно уничтожать противника ну напоминаю что у меня особый артефакт экипирован который позволяет жрицам сразу а ну вместо того чтобы лечить моего героя а калечить вражеского героя так мой ангел атакует с 100 единиц есть вероятность что мы побеждаем да мы действительно побеждаем в общем довольно быстро бой прошел это хорошо так ангел прокачивается до максимального пятого уровня и по сути сейчас я совершенно готов для того чтобы сродиться с боссом все что можно прокачано по максимуму давайте пойдем замок императора давайте дальше пройдем карлайл здесь мы должны поймать его вот карлайл давайте за ним проследуем проследуем по так император карлайл все сборы Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok честно от такого развития событий ну и можно считать что это мой самый любимый босс в игре в общем разработчики оторвались по полной как мне кажется так давайте начнем хорошая идея против этого босса посильнее застроиться стенками вот тот ангел он здесь не очень хорошо стоит если честно так еще если честно я не знаю мой артефакт вообще будет пригоден для того чтобы калечить противника давайте проверим соберем жрицу так противник применяет супер удар отрыжка и в итоге вот эти вот зеленые шарики они будут идти постепенно атаковать ага жрец на него действует три единицы мы с него сняли отлично это радует так и через четыре хода он будет атаковать своей волшебной палочкой с этой палочкой надо будет что-нибудь сделать а тем временем я не знаю куда мне девать моего ангела потому что он мне если честно здесь очень сильно мешается так так давайте сделаем так давайте сделаем так берем какой-нибудь сюда в следующем ходу где застроим стенками так эти 15 единиц съедают зеленые шарики довольно противная вещь так еще немножко урона противнику хорошо так давайте сделаем такую рокировку раз два и три отлично немножко стенками загородились хотелось бы еще немножко загородиться так все еще 15 единиц хом 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 так немножко пробили но на самом деле этого мало толку так и ангела похожий немножко в не совсем удобное место поставил давайте его это господи еще же так мешаешься ты ангел то зачем мешаешься хватило сюда поставим и здесь загородимся стенками вот так отлично когда моя жрица с атакует так сказать я смогу собрать ангела единственный вопрос я успею его собрать до того как он стрелит свои палочки или нет поэтому давайте немножко форсируем события так он своими плевками уничтожил все мои сразу так ладно зрица давай отлично она смогла остановить удар палочкой его это хорошо так призовем кучу винитов посмотрим что будет делать дальше босс ох боже что он собирается выстрелить вот по этой вертикали чем-то там содержимого своего желудка как-то так вот так 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 давайте попробуем достраиваться стеночками так вот так вот например так эту стенку я не ожидал она была совершенно не запланированная так 50 единиц как я вам основы 50 единиц удара давайте так сделаем еще через пять ходов так еще стенка может быть как-нибудь мне удастся наконец собрать этого ангела еще конечно не уверен танки вообще он когда будет атаковать он попадет против противнику или нет там большой такой интересный вопрос так а мне все еще нужны синие юниты откуда мне их достать принц юниту можно достать просто круг быстрее достать просто конечно очень интересно просто очень давайте что-нибудь вот такое сделаем так и на следующем ходу у нас будет собран ангел тем временем атака противника так сказать все растет и растет я не знаю насколько много клеток будет охватывать его атака возможно возможно ангел задержит его атаку возможно и нет я не знаю если честно так давайте сделаем так и еще можно начать собирать жрицу который будет немножко откусывать противника у меня как раз достаточно юнита чтобы это сделать ну так скажем пока мне не очень везет обидеть против этого босса ну вы знаете что здесь довольно много зависит от везения что в каком порядке так это сейчас босс атакуют вот тут боже мой какой кошмар ага то есть ангел в принципе задержал его атаку потому что по мне толком ничего не попало и теперь он создал три таких вот шарика которые будут атаковать то ли на следующий ход то ли через ход и еще она опять активировал свою палочку палочки есть одна неприятная способность возможно я ее покажу возможно даже специально но видимо чуть позже чтобы быть уверенным что я смогу победить противника босса победить так шарики ползут вперед волшебная палочка уменьшается так здесь мы давайте построим еще одну стенку по идее уже ее достаточно чтобы защитить наверное так 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 а здесь у меня защита нормально сколько у меня здесь 14 плюс 13 27 в принципе да мне хватит ее начнем собирать еще одну жрицу а у меня же хватает ходов чтобы ее вообще полностью собрать пор отлично еще одна жрица будет отхапывать у противника так ну как минимум мы выдержали атаку этих больших зеленых шариков так стенки здесь в принципе тоже не помешает немножко стенок больше стенок ну еще можно здесь еще осориентироваться на стенку так боюсь он своей палочкой жахнет пораньше чем я так моя жрица стреляет в никуда ничего как минимум она немножко покоцала тоже неплохо так стенка будет здесь конечно был бы круто здесь сделать стенку так вот так вот давайте сделаем так ну давайте закончим ход я специально не призываю существ потому что сейчас будет орудовать палочкой и увидите что пригодят синса лоббием и половина моих базовых винитов превращается в закуску так ангел так отлично он попал половина моих винитов превращается в закуску я даже не буду эту закуску убирать чтобы вы посмотрели что он с этой закуски будет делать он ее будет есть так процесс поглощения пищи и соответственно когда он ее съедает так 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 я не видел то ли у него здоровье пополнилось то ли у него более мощная атака стала насколько я могу судить у него стала более мощная атака странно до этого я думал что он таким образом себя немножко подлечивает ну ничего так 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 жрица конечно здесь не очень круто стоит здесь был более круто было бы собрать как можно больше стенок напротив против противника ладно в принципе мы это можем еще сделать себе позволить и все такое так жрица дистанционно снимает здоровье с противника так 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 как бы еще не стенки построить очень руки чешутся сделать так кучу формирования давайте сделаем и здесь вот соберем стенку например из синих лучников чем больше стенок напротив него тем меньше урон до нас дойдет 38 дитя бутербродов они довольно весомые делают перевес и его атаки так отлично там еще одна стеночка а потом возможно еще одна так на еще одна стеночка так она еще одно видимо у меня уже не хватает ну да ладно так больше особо не вижу что можно делать так сейчас мы юниты немножечко покосают его атаку надеюсь так 128 сколько станет после а нет они не косует атаку они по его здоровью наносили наносили повреждение хорошо я думаю самое время поднять мой щит щит эдрика который частично возможно задержит его атаку ну что мне еще остается давайте до кучи немножечко мясо на его кучи натолкаем и приготовимся получать надо же я не получил урона это радует мой щит выдержал его надиск а все остальное он в принципе уничтожил хорошо в общем мы довольно хорошо идем я вот так сказал ух ты а это я удачно поставил щит кстати я не думал что этот щит уничтожит все а эти вот штуковины противника возможно здесь идея в том что у меня сейчас же герой 10 уровня и теперь мои выстрелы энергии моего щита наносит много повреждения просто в самом начале они там наносили что то то ли один то ли два урона а сейчас видимо урона достаточно о отлично к нам пришел ангел и в принципе я его успеваю собрать на следующий ход во всяком случае ангел может послужить хорошим щитом от его атаки так что его собрать имеет смысл в любом случае так ангел собран так 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 что еще можно сделать давайте призовем еще юнитов да можно здесь застроить ангела стенками тоже не помешает так шрица шрица по три единицы только отхапывает к сожалению так отлично палочка обезврежена это означает что мои войска не превратятся в закуску это хорошо так ну что у него там четыре единицы здоровья осталось по сути просто в лоб теперь строим атакующие формирование и это наверное будет достаточно чтобы победить противника опять ты надул свои щеки щеки он надул свои так так опять мимо так так и вот так в принципе по идее на следующий ход я уже побеждаю потому что это формирование наносит напрямую урон и и босс должен быть пройден отлично победа отлично большой распухший человек повержен мы спасли императора от смерти так император здесь немножко заляпан тем что осталось от ээээ графа Карлайла так мы показываем императору свое истинное лицо что-то игра немножко подтормозила ну ладно ничего страшного хорошо что она оттормозила так какие-то диалоги теперь император поменял свое мнение что раньше он думал что вот Годрик и его отец это предатели это эту информацию внушил ему граф Карлайл а теперь все стало на свои места что эльфы нам теперь не враги и все такое с благодарением императора Годрик видит его отец восторг восторг он тоже радует сделать друзья с его будущим императором но все время он думает о зеленых городах как любовь и лояльти его его заболевания так отлично давайте сохранимся прошлый раз после первой кампании я помню я не сохранился и немножко об этом пожалел мне пришлось перепроходить босса тогда ну ладно это было давно и неправда и таким образом вторая кампания пройдена за святую империю Грифона и в следующей серии мы начнем проходить третью кампанию данной игры это Хереш царство мертвых там обитают скелеты призраки некроманты зомби и вся подобная такая нечисть и собственно вот а на этом я данную серию завершаю всем спасибо за внимание и до следующей серии всем пока до следующей серии до следующей серии до следующей серии до следующей серии